ребята всем салют вы на канале семья на чемоданах мы сегодня все вместе переехали на пляж на бархатные сезоны но пойдем не по классическому проходу туда а по интересному по которому мы знаем что там есть но ни разу не ходили и заодно вам покажем поэтому давайте начинать но перед этим подписывайтесь на канал жмите лайк выпуску и погнали итак смотрите здесь такой красивый вид на горы природу нас как будто вы знаете такая осень началась что-то какие-то голые деревья наверное скоро все это будет свести там запарковались слева у нас слева у нас хотел показать в общем за забором бархатные сезоны вот здесь вот летом ставят машины вот так прям здесь вот тут на этой стороне там на этой стороне мы с вами туда сейчас сходим посмотрим пляж какая обстановка на набережной и если нам повезет с погодкой возможно посмотрим какой-то классники закатик но в принципе небо достаточно затянуто может быть у нас и не получится мы переходим дорогу это наши это наш секретный проход о нем конечно много кто знает а много кто не знает поэтому нам сейчас покажем сами заодно пройдемся а вы для себя летом решите просто дело в том-то что люди которые сюда приезжают на этот пляж на бархатный сезон они где-то там паркуются кто-то ходит пешочком тут а кто-то получается вот так вот по кругу все обходят давай ну хорошо и попадают на пляж а мы с вами пойдем по-другому мы прям вот так зайдем вы кстати поставили блоки их не было потому что я видал как сюда заезжают машины сейчас этим путь ограничили что у нас здесь есть речка говнотечка пойдемте пацаны насыпали сюда гальки гальки на пляже не хватает а я здесь вот насыпали видите как так и вот начинается проход а за этим забором вот я не пойму здесь по моему то ли уже все заморожено что больше не строят то ли будут достраивать курортик эти но судя по внешнему виду ничего там нет вот так вот шикарно установлен забор просто при поставили бы до из всех щелей вода вытекает все водорослях и река такая и вот вы можете заметить человек идет на велосипеде велосипедом с пляжем а вот что творится за вот этим забором кто в курсе кто муж точно знает стопроцентную информацию забором будет лет достраиваться либо это все заморозили и все стройки больше не будет но внешний вид был бы конечно клёвый вот потой поту или можно судить с панорамным таким остеклением давай вдруг правда с видом непонятно на что да так и за забором чай ничего дарьки ты кулы и деревья вообще скоро начнется из цветения по льву все не дать сказал как будто бы сейчас не весной а осень потому что вроде все так зеленая 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 была чуток бац и все вот такой проходик широкий спокойный в принципе если вы даже решите сюда с ребенком из коляской то в принципе можете да заметить что покрытие достаточно хорошая коляска здесь пройдет ну я уже вижу море и вы сейчас тоже увидите подходим подходим к пляжу вот собственно вы можете сами увидеть сколько по времени мы идем вон там вход тут выход буквально пять минут вообще абсолютно каким-то расслабленным шагом если идти одному нормальным шагом то буквально три минуты и вы будете на пляже так ну все у нас дети понеслись по этим куча вот ведь сюда завезли есть раньше была вот такая дорога сейчас вот галька отсыпает артем смотри там грязь слышишь меня тема и родиону то же самое скажи пойдемте так и вот можно увидеть что река она каким-то путем впадает в морюшко вот через подземную вот через тот подземный туннельчик пошли в тема не облокачивайся ох вечеру мы это стихло а вчера ты такой был шторм кто не смотрел выпуска обязательно посмотрите вот так он выглядит и ссылочку я оставлю под этим выпуском просто нажимаете и смотрите и вот и вот и вот ребята мы попадаем с вами на пляж пляж называется бархатные сезоны он очень и очень классный почему ну во первых он имеет набережную вот она начинается набережная интересно тем то что у нее нету вот этого бетонного заграждения как вдоль всей эмеретинки соответственно вид с набережной на море ничем не закрывается и не теряется а сам пляж он широченный он очень и очень широкий а вот что я говорил про гальку то ли ее вот завезли сюда новую то ли друзья просто черпанули мне кажется это просто прошелся видела трактор это вжиг хотя нет да 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 просто прошелся трактор сделал вот такой вот окоп окоп вот я сказал слушайте и море то какое чистое вот посмотрите выпуск в садлера вот я вчера ходил какое там было грязнющее море и посмотрите здесь вот не вот многие говорят что да нет вы просто так попадаете ребята здесь тоже был шторм посмотрите какое море чистенькое посмотрите ну кайф чем этот еще пляж интересен тем что он такой видовый на горы здесь нет никаких заграждений ничего не мешает и можно любоваться видом на абхазию вот эти домики это гагра он те домики это пицунда и абхазские хребты вообще потрясающие виды а еще многие думают что вон тот пляж видно вам не будет видно людей вот через нейтральную территорию получается вот раз забор и там дальше забор тот пляж называется крылья балтики он тоже наш на нем можно отдыхать но он труднодоступный поэтому туда не каждый приходит и не каждый доходит какой классный лег сегодня на морюшке ребятушки вы только посмотрите какой кайф ну я как и обещал вам мы можем сейчас с вами полюбоваться и понаслаждаться красками от заката немножко давайте пройдемся вдоль берега посмотрим как дела на набережной вы для себя может быть что-то новенькое откроете еще ребята хочу поделиться такой интересной историей мы это снимали когда вернулись в сочи из москвы феврале и я заметил что на берегу очень много мертвых уток и чаек вот сейчас я хочу вам показать вот так вот они валяются разбросанные по всем по всем по всему пляжу пошлите я сейчас вам покажу еще одну я ее увидел где-то вот тут лежала еще вот посмотрите еще одна лежит видите и я не могу понять то ли их отстреливают то ли они по какой-то причине стали умирать не знаю если кто в курсе знает напишите пожалуйста в комментарии но интересно а я кстати в одном из выпуска тоже оставлю ссылочку на него нашел здесь в эмеретинке мертвые дельфины который застрял застрял в камнях на пляже который исчез тоже посмотрите ладно ребятки давайте пройдемся с вами по пляжу посмотрим как здесь сегодня малолюдно и как дела на набережной пойдемте вот вы можете заметить и друзья что пляж это по-настоящему широкий вот это вот набережная кайфово это что несколько этого здорового бетонного ограждения виды виды на горы да кстати как это все смотрится все вместе и очень-очень шикарно вообще здесь по вечерам и утром очень много рыбаков удочки прям стоят в массовом скоплении ловят рыбку но сегодня вот почему-то вообще никого видимо из-за того то что вчера был шторм море сильно штормила сегодня у рыбаков выходной да артем ребята в этом видео я видите часто его прерываю не могу сплошной идти потому что сегодня насеньке не очень хорошо кто не в курсе мы ждем третьего ребенка и для тех кто нас смотрит и возможного мамочка возможно интересная тема беременности как все это происходит вот насенька подписывайтесь на ее инстаграм ссылочка в описании вот так он выглядит обязательно подписывайтесь на себя ведет блог в инстаграме сейчас много рассказывает про беременность как раз в этот момент она снимает stories свой инстаграм подписывайтесь и поддерживаете ее вот им все мы думали что токсикоз закончился у нее сегодня что тут ее накрывает бывает поэтому к вечеру как раз приехали подышать подышать воздухом и соответственно для вас снимать выпуск ладно все теперь продолжаем у нас закат повторюсь как я обещал я вам показать этот эти цвета небо красный было бы если небо бы сейчас растянуто ясное то на горы абхазии светит солнце и вот этот вот весь и белый снег он превращается в красный как будто знаете его взяли это кисточкой покрасили смотрится вообще великолепно закат вот именно в этой части на этом пляже он очень классно посетите и наблюдаете вот такую вот ребята панораму шикарными красками и у вас получается города ничем не закрывают относительно вот того места то есть пляж он заходит вот туда и когда вы находитесь там например возле магеллана либо еще дальше там роза хутор у вас буквально вот это вот кусочек один торчит а вот этого ничего не видно ну так есть шапочку только чуть-чуть поэтому если вы хотите провести классно закат то обязательно приезжайте на вот этот пляж оставляйте машину там я вам показал и проходите по этому проходику секретному никому и о нем не рассказывать это будет с вами наш такой проход либо классическим путем где-то там оставляйте машину гуляйте вдоль набережной приходите на этот пляж она набережная да и можно заметить что людей сегодня не так много по причине что вчера была плохая погода сегодня конечно распогодилась относительно погоды которая вчера была вчера был настолько сильный ветрище если вот так можно назвать наверное ветрище это даже мягко сказано я вчера снимал и порыв был один раз такой что меня аж в правую сторону я сделал два шага вправо представляете очень сильный камеру приходилось держать двумя руками потому что я тоже сдувало так я повторюсь этот пляж бархатные сезоны он очень длинный очень широкий здесь все закрыто таким навесом потому что игру там видимо какая-то замороженная стройка или все так спрятали возможно скоро все доделают и можно там будет отдыхать а может быть и уже отдыхать я не знаю мы там ничего не бронировали и после вот этого забора до закрытого начинаются уже кафешки ряды которые сейчас все функционируют и если вы даже собираетесь приехать марте то всегда можно здесь погулять дальше будет площадь дружбы народов там фонтану ночью подсвечивается кстати фонтан уже запущен тоже все функционирует красивые фоточки можете сделать и особенность главная особенность этого пляжа ребята вы прям даже сейчас можете сами все заметить посмотрите там дальше сколько людей да а если мы сейчас с вами развернемся обернемся можете заметить что тут пусто то есть вы понимаете за что люди там где-то оставляют машины они ходят ходят как бы дальше не доходят а ты как прекрасно посмотрите эти виды же еще шикарно вот поэтому нашими лайфхаками пользуйтесь и никому не рассказывайте вот пляж бархатные сезоны широкий кайфовый классный видовый здесь очень сильная морюшка и вот снова утка видите еще с ними такое по всей береговой линии лежат чайки и узки я тогда задался вопросом гуглил ничего не мог найти никакой информации пишите в комментах кто точно знает так давайте с вами немножко подойдем поближе здесь будки две стоят это охраны летом естественно все функционирует здесь выставляются об доске тут сейчас ну так чуть похуже чем в той и в той стороне но тем не менее здесь много что функционирует хотя здесь если здесь получается 3 раз ряд палаток и за ним еще ряд палаток там дальше площадь что-то закрыто что-то открыто но в принципе достаточное количество всяких кафешек они функционируют и вот про что я говорил что вот тут бетонных ограждений нету а там вот они начинаются там совершенно другая набережная где виды естественно закрываются и уже как говорится это пальто вот друзья вот такая вот у нас с вами обстановочка сегодня кстати мне тоже просили там как в комментариях указывайте пожалуйста дату ребят 13 марта вот мы совершаем с вами прогулку погода такая видели я в кофте принципе всю зиму проходил в кофте шикарно прекрасно и хорошо и у нас начинает солнышко садится видите блин сегодня будет классный заказ мы с вами тоже его скорее всего посмотрим если позволит нам батарейка камеры все друзья бархатные сезоны я вам показал дальше мы с вами туда не пойдем видеть там сколько народу нам это уже с вами не надо вот мы дошли до площади дружбы народов вот он фонтан он функционирует шаром таким вот все вот такая обстановка наша задача с вами полюбоваться еще горами и конечно же закатом пойдемте еще раз подойдем к морюшку я покажу вам море в каком оно состоянии так вот чтилёвенько чтилёвенько я сегодня проснулся и из окна видел что оно штормило а вот к вечеру все стихло прозрачная водичка опять-таки вот смотрите мы отошли метров на 500 наверное да оттуда и здесь уже чуть она грязнее вот там короче чище ребята чище чиши 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 а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok